Всем привет! С вами канал Maros Life, канал о жизни и работе в Чехии. Наконец-то наступил долгожданный 21-й год. Сегодня, ребят, в этом выпуске будем говорить о самых главных изменениях, которые несет с собой январь 21-го года в Чехии. Первая новость. Это самая главная новость. Не знаю, кому она нравится, кому-то может и не нравится, но это отмена сверхбрута заработной платы. Существующим изменением, которое ощутят работники после выплаты за январь, так что все ждут уже февральской зарплаты за январь, станет отмена сверхбрута зарплаты. Депутаты отменили сверхбрута зарплату и снизили ставку подоходного налога до 15%. Кроме того, они увеличили налоговый вычет для каждого налогоплательщика. Теперь он должен быть рассчитан из средней заработной платы за предыдущий год. На данный момент уже налоговая скидка будет составлять для работника на 2021 год 27 840 крон. Я, честно говоря, скажу, за этой новостью следил еще с самого начала. Это было еще с сентября месяца. Меня эта новость взбудоражила. Реально я интересовался полностью от А до Я все три месяца до конца декабря. Что же реально будет? Будет скидка, не будет этой скидки? Будет ли это отмена или не будет? Почему? Потому что это реальные дополнительные деньги на вашу семью, на работника. А если еще по примеру посчитать, как это все выглядит. Я ранее скидывал всю табличку, сколько будет в плюс получать каждый работник, находясь в Чехии. И касается это всех абсолютно иностранцев, которые работают по долгосрочным визам, то есть по рабочим картам. Поэтому всех это коснется, кто платит официально налоги за здравоотку и страховку. Поэтому пример по зарплате 25 тысяч крон в грубой зарплате это плюс 1525 крон на человека. За один месяц это приличные деньги на самом деле. Умножьте на 12 и получите вообще шикарную картину за год. Ну а если вы реально еще вдвоем работаете, это минимальная такая вот ставка, можно так сказать, для операторов склада, для операторов линий на заводах. То есть 25 тысяч крон, то это приличные деньги выходят, ребят. То есть плюс 3000 в месяц, умножьте опять же на те же 12-36 тысяч ввод на семью, на двоих. Очень крутая тема. Не знаю как кого, мне это очень нравится. Так что ждем с нетерпением эту зарплату за январь, уже в феврале. Мои коллеги на работе Чехии аналогично тоже ждут, чтобы посмотреть, насколько же увеличится их бюджет. Так что кому нравится, поддерживаем своими лайками. Ну а мы переходим к следующей новости. Вторая новость это повышение минимальной зарплаты в Чехии. Тоже очень крутая штука. Почему? Потому что в январе минимальная заработная плата увеличится на 600 чешских крон, до 15200 чешских крон в месяц. На секундочку это почти 20 тысяч гривен минимальная зарплата. То есть если кто хочет, сравните конечно зарплату с украинской минимальной. Однако это значительно меньше, чем первоначально предлагала министр труда и социальных дел Яна Молочева. Она хотела увеличения на 1800 крон, но правительство отклонило ее это предложение. Однако работодатели отмечают, что вместе с минимальной заработной платой им также придется поднять гарантированную заработную плату во время кризиса, которая зависит от опыта, ответственности и сложности работы. На данный момент почасовой размер минимальной заработной платы составляет 90 крон в час. То есть это минимум, на который вас должны будут принимать. Это минимальная зарплата. То есть касается также людей, которые будут приезжать на 3 месяца. Это тоже вас касается. То есть минимум 90 крон в час должно быть у вас прописано в контракте. Ну а там уже конечно сколько вам будут платить с вычетом жилья и всего остального. Это уже смотрите внимательно сами. Работникам с квалификацией в этом году гарантирована заработная плата не менее 181 кроны в час. Не забываем, что все эти цифры указаны в грубой мезде, с которой еще будет сниматься 15% налог. Что еще хочется сюда отметить? Ставки заработной платы в бюджетной сфере также корректируются. Так, к примеру, зарплаты медицинских работников и сотрудников социальных служб увеличатся примерно на 10%, а учителей на 4%. Ну и у них зарплата составляет тоже примерно от 20 тысяч крон до 35 в зависимости, кто на какой должности находится. Третья тоже немаловажная новость касается всех сотрудников, всех работников, ваучеры на питание и расчет отпуска. То есть новшеством также является изменение оплаты ваучеров на питание. Сотрудники смогут вместо них получать деньги. Кто не понимает, о чем речь, в Чехии есть такая система, называется стравенки, то есть такие специальные бумажечки, талоны, которыми работодатель датирует работников, допустим, за ночные смены, либо за дополнительные какие-то выходы на работу. Когда человек не может покупать еду на работе, например, это беру по своему примеру, то ему дается такая стравеночка. То есть она может составлять 80 крон, 100 крон, в зависимости от того, как работодатель это решает. В нашем случае мы получаем за выход дополнительный день, например, если это выходной день, либо это суббота, либо это ночная смена, 85 крон за каждый выход. Потом эти деньги идем, и там тут же супермаркет Билла, Лидл, Кауфланд и другие. Магазины можем идти и просто их тратить, а без наличия, так сказать. Покупаем за них продукты. Так вот, в настоящее время в Чешской республике ваучеры на питание получают примерно полтора миллиона сотрудников. То есть теперь могут не давать вот эти стравенки, а могут давать реально деньги. Деньги будут, опять же, зачисляться на ваш счет, также вместе с зарплатой. Также изменится расчет отпуска, который с января будет рассчитываться непосредственно на основе отработанного времени. В настоящее время отпуск рассчитывается по отработанным дням. То есть до этого считали по дням, сколько вы дней отработали, за каждый месяц получали два дня отпуска. А сейчас за количество отработанных часов будет такая штука. Поэтому кто-то там, если, допустим, отрабатывает больше положенного, то будет, соответственно, получать больше отпуска. Переходим к следующей новости. Такая интересная новость. Ну, это, опять же, может быть, пока еще не касается нас, но мне просто хотелось затронуть ее. Это повышение пенсии в Чехии. С 1 января произошла переоценка оценочной базы пособий, что означает, что они будут получены за счет более высоких доходов. Это приведет к увеличению как пособий по болезни, так и пособий по уходу и пенсии. Согласно новому предложению, средняя пенсия по старости должна увеличиться на 839 чешских крон в месяц. С нынешних 14497 крон до 15336 крон. Ребят, секундочку. Пенсия средняя в Чехии больше, чем минимальная зарплата в Чехии. Это 20 тысяч гривен. Я просто хотел на этом акцентировать внимание, потому что, когда общаемся с чехами и рассказываем им про нашу среднюю пенсию в размере 3-5 тысяч гривен, и они просто не понимают, как можно жить на такие деньги, как можно реально выживать. И вот вам для сравнения 20 тысяч гривен средняя по Чехии. Минимальная составляет в районе 11 тысяч крон. Это тоже в районе 13-14 тысяч гривен. Люди спокойно себе живут, при этом еще работают. То есть у нас есть люди, которые работают на пенсиях и получают пенсию, допустим, свою в районе 18-20 тысяч крон. Плюс еще и зарплату, те же 17-20 тысяч. Вы-то считаете, пенсионер здесь может в месяц иметь около 40 тысяч крон. То есть чисто, спокойно, при этом работая по 8 часов в день. И для сравнения взять Украину, на которой, к сожалению, нет возможности работать и получать. Не все, конечно, у кого-то есть возможность, кто-то крутится как-то. Но здесь в этом плане очень интересно. Я ничего сейчас не хочу сказать. Я не хочу сказать, что ребята, Чехия, спасение, и все будет тут круто. Не то, что в Украине. Нет. Я просто вам акцентирую внимание на тех фактах, на которых реально просто на голову не налазит, что почему здесь может быть так, а в нашей стране вот так. Делайте выводы. Следующая тема – это Палата депутатов. Также одобрила предложение о единой ставке налога, которое принесет самозанятым лицам не только упрощение платежных обязательств, сокращение административных расходов, но и экономию финансовых средств. Речь идет о предпринимательстве, о самозанятых лицах. Кто, кстати, не в курсе, мы выпускали с Сашей Литвиненко видео о предпринимательстве и отвечали на все ваши вопросы. Переходите, поддерживайте, смотрите, задавайте вопросы. Так вот, ребят, сейчас из общей суммы 5469 крон. Именно такая сумма будет фиксирована для предпринимателей в Чехии. На подоходный налог пойдет только 100 крон. На медицинское страхование – 2393 кроны. На социальное страхование – 2976 крон. Им смогут воспользоваться те самозанятые лица, которые имеют годовой доход до миллиона крон. Ну и о других новостях. Все предприятия, закрытые из-за эпидемии коронавируса, будут иметь право на компенсацию в размере 400 чешских крон в день на каждого сотрудника. Это такая новость, когда сейчас закрылась сфера услуг, закрылись рестораны, кафешки. И вот предприниматели, которых коснулось ограничения или запрет продавать товары или услуги в течение какого-либо периода с 14 октября прошлого года по 10 января 2021 года, будут иметь право на получение субсидии в 400 крон на каждого сотрудника. Пример, если вы, к примеру, директор какого-то ресторана или кафешки, у вас, например, там есть 10 сотрудников, вот берете и на каждого получаете 400 крон в день. То есть, да, сумма, конечно, не стильно большая, это не покроет всех затрат, но в любом случае она есть, она датируется и можно ее использовать. То есть, такая вот штука. Ну и о чем же, как о вакцинации сейчас же говорит вся Чехия, это и вся Европа, наверное, весь мир об этом говорит. Люди потихоньку вакцинируются. Что же происходит в Чехии? Люди старше 80 лет смогут зарегистрироваться для вакцинации против COVID-19 с 15 января. Я вам скажу, большие очереди реально на вакцинацию происходят, уже больше 15 тысяч зарегистрированных. С 1 февраля регистрация будет доступна для всех жителей Чехии. Им будет назначена дата вакцинации в соответствии с различными критериями. Ну и основным будет возраст, а также здоровье и сфера деятельности. Ну, по примеру, приоритет будет отдан примерно 13 тысячам человек с диабетом, 93 тысячам человек с ожирением и 218 тысячам человек с тяжелыми заболеваниями легких, 24 тысячи с тяжелым заболеванием почек. Еще одним критерием будет трудоустройство в интегрированной системе спасения, в критической инфраструктуре, в здравоохранении, в социальной помощи или в образовании. Именно эти сферы будут вакцинироваться в первую очередь, потом все остальные. Опять же напомню, это все добровольно, никто никого не заставляет. Ну и финальная, последняя новость, ребят. У нас новая цель на 2021 год – собрать 10 тысяч подписчиков. Предыдущая цель в 7 тысяч, к сожалению, нам не покорилась, но ничего страшного, мы на этом не расстраиваемся. Мы будем добиваться дальше новых высот. Я надеюсь, вы нам в этом поможете. Что для этого нужно? Просто подписаться, поставить уведомления, чтобы не пропускать наши следующие видео. Пишите комментарии, делитесь этим видео, не только этим и всеми остальными. Следите за новостями Чехии и не только за новостями о жизни, о работе, о трудоустройстве и всем остальном. Поэтому надеемся, вы поможете нам реализовать эту цель на 2021 год. Ну а мы увидимся уже с вами в новых выпусках. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok